С точки зрения статистики, главные три мечты россиян это жить богато, здорово и здорово, а также в справедливом обществе. Вот насчет последнего предлагаем поговорить в компании с нашим гостем. Авак Зурначан, юрист сегодня у нас в студии на тему жилищных вопросов. И не только, мы побеседуем в его компании. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, насколько нам известно, теперь владельцы садовых участков будут иметь, так скажем, увеличенное количество прав, или то, что они имели ранее, но теперь в упрощенном варианте. Вот поясните, пожалуйста, так ли просто будет совсем скоро получить прописку на своих шести любимых сотках? Ну действительно, в соответствии с действующим законодательством уже на сегодняшний день можно зарегистрироваться по месту жительства в жилом доме, который находится в садовом товариществе. Но это редко кому удавалось. Это редко кому удавалось, потому что были очень такие суровые условия в плане того, что этот дом должен соответствовать признакам жилого помещения. Более того, было установлено, что этот дом, жилой дом должен находиться на землях, которые как раз таки предназначены для ведения садового, дачного, до садового деятельности и дачной деятельности и так далее. На сегодняшний момент в законодательство наше внесены изменения, которые предполагают возможность упрощения процедуры регистрации. Самым главным условием заключается в том, чтобы гражданин, который желает зарегистрироваться, был собственником как земельного участка, на котором располагается данный жилой дом, так и собственником этого жилого дома. То есть самое главное условие, что должны быть оформлены все документы. Потому что, к сожалению, часто встречаются случаи, когда человек на протяжении большого количества времени занимается своим дачным хозяйством, сажает различные культуры и так далее, но при этом никаких документов, подтверждающих его собственность, нет. При этом он герой на этой земле. Ой, гость на этой земле. Да, это во-первых. А во-вторых, что самое важное, наличие в собственности только земельного участка также не дает права регистрации. Здесь обязательно должен быть жилой дом. Причем неважно какой. Если раньше имелись требования к нему, то теперь будет не так важно. Сейчас, да. Сейчас те изменения, которые вступят в силу в скором времени, они дают некие послабления. И в настоящий момент требования, которые касаются того, что это должен быть благоустроенный, жилой дом и так далее, сейчас они сняты. Прекрасно. Хорошо. Открывает многие возможности. Кстати, вот многих волнуют слухи про неиспользование или нецелевое использование земельных участков. Здесь чем их возможно... Якобы будет, да, забирать государство. Просните ситуацию, пожалуйста. Действительно, данная норма достаточно давно в нашем законодательстве и в гражданском кодексе, и в земельном кодексе содержатся данные правила. Но прежде всего эти правила касались земель сельхозназначения и земель, которые предназначены для строительства. Правило говорит о том, что в случае, если три года и более эти земельные участки не используются по своему назначению, либо лицо, которому передан земельный участок или собственник этого земельного участка, ненадлежащим образом его использует. Например, устроил свалку там на этом земельном участке, либо каким-то иным образом причиняет вред этому земельному участку, то была предусмотрена процедура изъятия данного земельного участка. Что касается земельных участков, которые переданы под дачное строительство, под ведение садоводческой деятельности и так далее, формально, конечно, к этим земельным участкам данные требования тоже относятся. Но на практике можно однозначно сказать, что все-таки к ним эти правила не применялись. Применялись только к землям сельхозназначения. А вот если мы возьмем, например, вопрос, сказали сельхозназначение, либо строительство, если, например, ты приобрел землю в каком-нибудь из поселков города, но так и не начал строить там дом, руки не дошли, финансы не того уровня. То есть это тоже все подлежит или это вне правил? Что касается вот этих моментов, это земельные участки, которые находятся у нас в поселках, на черте нашего города, это земли населенных пунктов. То есть это земли, которые по своему статусу совпадают с землями для дачного, садового и так далее строительства. Поэтому на них это правило не применяется. Ну хорошо, многие сейчас выдохнули и будут спать спать. Ну и так хотя бы, хорошо. Ну такой вопрос о многоквартирных домах, количество подвальных стаек ограничено. Всегда меня интересовало. А как распределяться должны они тогда? Как? Ну тенденция развития нашего жилищного законодательства, она складывается таким образом, что все больше прав и обязанностей возлагаются непосредственно на собственников, которые являются собственниками помещений в многоквартирных домах. И такой орган управления общим имуществом, как общее собрание собственников, тоже получает все больше и больше, скажем так, статус. И именно на общем собрании собственников эти вопросы должны решаться. Учитывая, что подвальное помещение, в том числе со стайками, которые появились как раз в момент строительства этого дома, они распределяются и используются на основании решения общего собрания. Исключительно так. Потому как общее имущество собственников в соответствии с жилищным кодексом находится в общей долевой собственности всех собственников. И только совместным голосованием может быть принято решение о судьбе вот этих стаек и порядке их использования. То есть они сами там распределяют, а если не могут договориться? Если не могут договориться, то здесь вопрос заключается в следующем. Решение общего собрания, если большинство собственников приняло какое-то конкретное решение, то это решение является обязательным для всех остальных собственников, неважно, принимали они участие в голосовании или нет. Но у тех собственников, которые в голосовании не принимали, либо голосовали против, есть право обжаловать данное решение в судебном порядке в течение шести месяцев. Вы так рассказали, прям идеальная картина сложилась. На самом деле, да, когда особенно новостройка, заехал первый, кто первый, того и танки. И, как говорится, мы посовещались, и я решил, что эта стаек будет моей. Ну, чаще всего сейчас в новостройках, я думаю, что стаек нет. Ну, не подвали мы имеем в виду, а которые бывают в межлестничном пространстве. Ну, здесь правила те же самые, это тоже общее имущество собственников, только по взаимному согласию. Хорошо. Другая смежная тема, наверное, похожая. Тамбур на лестничные клетки. Насколько законно он присваивать себе часть этой территории, как должен решаться такой вопрос? Этот вопрос тоже о наболевшем, потому что в городе имеются прецеденты, когда сегодня судятся те, которые живут, так скажем, на пятнадцатом, с теми, кто живет на шестом, и вот почему-то на пятнадцатом мешает тамбур, который на шестом. Вот скажите, пожалуйста, на чьей стороне правда? Что касается тамбуров, здесь прежде всего необходимо посмотреть техническую документацию многоквартирного дома. То есть тамбуры, которые изначально предусмотрены проектом, то, конечно, они являются законными, обоснованными, и к ним, в принципе, вопросов быть не может. А есть тамбуры, скажем так, самодельные, когда некоторые собственники по своей инициативе принимают решение все-таки увеличить несколько площадь своего жилого помещения. Опять же, что касается лестницных площадок, и что касается иного имущества, которое предназначено для обслуживания двух и более квартир, это все общее имущество собственников. И возможности отгородить часть этой территории и так далее, только исключительно на основании решения общего собрания собственников, и никак по-другому. Более того, появление вот этих тамбуров, кроме того, что нарушает права собственников, ко всему прочему, еще и нарушает часто требования пожарной безопасности и так далее, и может повлечь действительно очень серьезные проблемы не только для тех лиц, которые огородили себе эту территорию, но и для других собственников. Но все-таки получается, это не общее совещание жильцов конкретного этажа, будем мы делать тамбур и не претендуете ли вы на эту площадь, соседи напротив, а все-таки всего дома, да? Да, абсолютно точно. Это общее собрание собственников всего дома, потому как все собственники имеют право принимать участие в вопросах определения порядка пользования общим имуществом. Сегодня для очень многих мечта по, так скажем, жилью, по приобретению дома тесно идет с таким термином, как ипотека. Вот скажите, пожалуйста, реструктуризация долга при ипотеке, когда, к примеру, процентная ставка банка падает, как грамотно оформить переход на более низкие проценты? Что делать, если банк дает отказ? Что касается ипотеки и взаимоотношений между гражданином и банком, эти взаимоотношения строятся на основании договора. И, соответственно, изменение процентной ставки – это изменение условий договора. А изменение условий договора в соответствии с нашим законодательством возможно прежде всего по согласию сторон, то есть участников этого договора. Либо в силу закона, если закон обязывает изменить условия. На сегодняшний момент какого-то закона, которого прямо обязывал банки изменять процентную ставку по ипотеке, то есть вносить изменения и корректировки в договор в связи с изменениями на рынке, финансовых услуг и так далее, к сожалению, нет. А может быть и к счастью, потому что периодически эти ставки еще и повышаются. Поэтому прежде всего это вопрос взаимоотношений банка и клиента. Клиент в любом случае имеет право обратиться в банк с письменным заявлением, с просьбой внести изменения в договор, банк рассматривает данное заявление и принимает окончательное решение. Но сейчас очень часто применяется такая процедура реструктуризации, когда какой-то другой банк предлагает условия по снижению процентной ставки. То есть суть заключается в том, что гражданин с другим банком заключает договор, за счет полученных денежных средств гасит ипотеку в своем первом банке и затем уже на новых условиях сотрудничает с новым банком. Квартира также находится в ипотеке за логию нового банка, но при этом платить приходится меньше. Либо увеличивается срок платежа, либо иным образом улучшаются условия. Что же, исчерпывающие, крайне понятно, большое вам спасибо за этот ликбез юридического характера в рамках жилищного вопроса. Ну что ж, между тем, мы плавно движемся дальше, и у нас на очереди рубрика «Стилизуйся». Вновь поднимем больную тему лета. Талия, друзья, как правильно ее подчеркнуть? Если ее нет, что делать? Если нет.